Привет, дорогой зритель! Рад приветствовать тебя на своем канале. Если ты еще на него не подписан, обязательно подписывайся. Впереди тебя ждет много интересных и полезных видео. А в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о выборе дисков. Ведь иногда некоторые начинающие автовладельцы сталкиваются с такой задачей, как замена дисков одного или нескольких. И задача оказывается не такой легкой, как казалось бы со стороны. И неудивительно, 4х100, 6J, ET46, DA54E1, R15. Что все это такое, давайте сейчас вместе с вами разберемся. Независимо от того, какой у вас автомобиль, при выборе дисков надо учесть следующие параметры. Давайте выделим основные. Это у нас тип диска, монтажный или посадочный диаметр, число и расположение крепежных отверстий, ширина диска, вылет диска, диаметр ступичного отверстия, форма крепежных отверстий и наличие хампов. Вот такие 8 параметров выделим. Говорю сразу, если у вас нет желания разбираться со всеми этими параметрами, то вы можете просто воспользоваться одним из сервисов крупных онлайн-магазинов по подбору дисков, где вы можете просто, вбив модель своего автомобиля, подобрать диски, которые гарантированно подойдут по всем параметрам. Например, сайт Колеса Даром. Там вы можете просто указать модель своего автомобиля, и он вам покажет все диски, которые подходят именно для него. Также на сайте можно сделать примерку дисков. То есть диск выбрали, и уже видите, как он будет выглядеть именно на вашем автомобиле. А если у вас все-таки есть желание разобраться со всеми параметрами, то досмотрите это видео до конца, сейчас разберемся во всем. Поехали! Тип диска. Все диски по типу изготовления делятся на три типа. Это штампованные диски, литые диски и кованые диски. Штампованные диски – это самые дешевые диски, те самые, которые вы видите на базовых комплектациях бюджетных автомобилей. Обычно их еще прикрывают декоративными пластиковыми колпаками. Изготавливаются они из стали и покрываются эмалью. У них минусы основные – это вес, подверженность коррозии, эмаль отходит и они начинают ржаветь, и отсутствие дизайна. Но имеется большой плюс. Плюс – это ремонтопригодность. Дело в том, что при ударе такие диски не ломаются, не трескаются, а просто мнутся, и их очень можно легко отремонтировать. Также у них очень дешевая цена. Литые диски. Литые диски – это основной конкурент штампованным дискам. Изготавливаются они из более легкого алюминиевого или даже иногда магниевого сплава. То есть у них очень легкий вес. Ну и самое главное, благодаря технологии литья у них очень разнообразный дизайн. То есть можно выбрать любой диск, который вам нравится. Выбор очень большой. Из минусов можно выделить то, что они ломаются. То есть при ударе они не мнутся, а уже либо ломаются, либо трескаются. И дальнейшие эксплуатации, они непригодны к дальнейшей эксплуатации. Конечно же их можно отремонтировать, заварить, но уже стопроцентной гарантией, что он опять у вас не сломается по этому месту, никто не дает. То есть свои прочностные характеристики диск теряет. И кованые диски. Кованный это самый дорогой диск, но и самый прочный. Он изготавливается методом горячей объемной штамповки, благодаря чему структура металла имеет более прочную структуру. Из минусов это высокая цена и маленький выбор. Но зато они, можно сказать, навеки. Существуют также сборные диски, но это уже экзотика. О них мы говорить не будем. В основном люди выбирают между дешевыми штампованными дисками и чуть более дорогими литыми дисками. Монтажный или посадочный диаметр. Это вполне очевидный параметр, то есть диаметр окружности диска в дюймах. Давайте покажу на примере своего литого диска. То есть это диаметр посадочный именно, не вот по этой кромке, а вот по посадке. По посадке шины диаметра. Как правило, его обозначают буквой R. То есть диск R17 имеет диаметр 17 дюймов. Но хотелось бы отметить, что буква R никак не обозначает, не относится к диаметру. И пришла она из параметров шин, где также ошибочно R считают радиусом диска. На самом деле R это обозначение радиальной конструкции корда шины. Но уже настолько эта буква R въелась в речь, что даже в некоторых сервисах, на шиномонтажах, R использует значение диаметра. На самом деле R это просто обозначение радиальной конструкции корда шины. И к диаметру никакого отношения она не имеет. Допустимые параметры дисков указываются либо в сервисной книжке на автомобиль, либо в проеме двери, где также указывается рекомендуемое давление в колесах. При покупке шин стоит обратить внимание на именно посадочный диаметр диска. То есть если у вас диск 17 дюймов, то и шина должна быть на 17 дюймов соответственно. Превышать максимально допустимый производительный диаметр не рекомендуется. То есть слишком большие диски, они мало того, что могут геометрически не подойти к автомобилю, они также изменят параметры подвески автомобиля и будут влиять на износ ходовой части. Кроме того, большой диск и низкий профиль резины почувствуются при езде по плохим дорогам. То есть все кочки, неровности будут очень сильно очущаться. Однако изменение диаметра, как показала практика, изменение диаметра от рекомендуемых в руководстве и даже на несколько дюймов выше, как правило, проходит без каких-либо существенных последствий. Так что выбор стоит за вами. Какие диски установить. Число и диаметр расположения крепежных отверстий. PCD. Это так называемая разболтовка. На примере моего диска для Kia Rio вот у нас 4 отверстия и диаметр окружности, на которой расположены эти отверстия 100 мм. Число крепежных отверстий может быть разным от 4 до 6 и возрастает с увеличением скорости и массы автомобиля. Но также может быть и больше и меньше. Например, на автомобиле АК отверстий всего 3. Разболтовку диска необходимо соблюдать. Вот, казалось бы, диски с разболтовкой 4 на 98 и 4 на 100 взаимозаменяемые. Разница всего 2 мм. Но на самом деле это не так. При установке диска с неподходящей разболтовкой, то есть окружность будет отличаться на 2 мм, на которой расположены отверстия. При установке такого диска правильно затянется только один крепеж. Остальные будут смещены относительно центра и это вызовет биение колеса. То есть со временем у вас и болты могут эти, и гайки разбить, и ходовая начнет портиться. То есть надо ставить диски, именно подходящие по параметрам. Если ступится у вас разболтовка 4 на 100, то и диск должен быть 4 на 100. Эту проблему, конечно, можно решить, использовав болты с плавающим конусом. Но в целом лучше все-таки ставить диск с подходящей разболтовкой. Ширина диска. Этот параметр так же прост, как и диаметр диска. Это ширина диска в дюймах. Обозначается она обычно буквой J. Ширину правильно мерить вот таким образом. Это ширина не по наружной части, а по внутренней части закраин. То есть вот от этой части вот до этой. Закраин у нас имеет форму в виде буквы J, поэтому и параметр обозначается как J. Например, 5,5J означает, что ширина диска 5,5 дюймов. Ширина диска, как правило, указывается в тех же местах, что и посадочный диаметр. Диаметр, например, 5,5J на 15 обозначает 5,5 дюймов ширина и диаметр 15. Ширина диска также важна при выборе шин. Шина рассчитана на использование с диском определенной ширины, но с некоторой, так сказать, допустимой погрешностью. Вылет диска. Вылет диска это расстояние от привалочной плоскости крепления диска к оси симметрии. То есть ось симметрии у нас это берем ширину диска, делим ее пополам. Вот это и будет ось симметрии. Вот она ось симметрии, а вот это место у нас это плоскость крепления диска, то есть привалочная плоскость. Вот расстояние от оси симметрии до привалочной плоскости и есть вылет диска, измеряемый в миллиметрах. Если эти плоскости совпадают, то вылет у нас является нулевым. Если ось симметрии ближе к автомобилю, чем привалочная плоскость, то вылет будет положительным. Если ось симметрии, наоборот, по ту сторону привалочной плоскости, то вылет, соответственно, будет отрицательным. Вылет это довольно такой важный параметр. Он напрямую влияет на работу подвески и ступичных подшипников. Неправильный вылет не только увеличивает или уменьшает клюю автомобиля, но и может стать причиной увеличенного износа ходовой части. Также неправильный вылет может геометрически не подойти к автомобилю. Например, если вы возьмете диск с слишком большим вылетом, то есть у вас диск будет очень глубоко в арке сидеть, то может начать задевать вот эти ступицы, начать задевать суппорта, тормозные какие-то механизмы, шланги тормозные. Что, соответственно, повредит ходовую часть. И также может начать задевать арку. То есть смотрите обязательно, чтобы вылет подходил по параметрам. Если вылет, наоборот, будет слишком маленьким, то колесо будет сильно торчать наружу. И вот у вас боковина автомобиля, колесо сильно торчит, и может появиться эффект пескоструи. То есть из-под колеса все будет лететь на боковину автомобиля, таким образом портил лакокрасочное покрытие. Также может начать задевать колесную арку. И повлияет на износ ступичных подшипников. На литых дисках обычно вылет обозначается вот в этом месте, где он у меня. Так, вот он. Я взял диск с вылетом ЕТ-48, хотя заводской идет ЕТ-46. То есть на 2 мм у меня колесо сядет глубже в колесную арку. Но это ничего страшного. Можно взять даже ЕТ-50. То есть 2, 4, 6 мм это не страшно. И даже люди ставят с вылетом 37, 35 даже. Хотя рекомендуемый у нас 46. Но опять же сильно здесь играться не надо. То есть берите более и более такой ближе к рекомендованному. Вылет ближе к рекомендованному производителям автомобиля. Диаметр центрального ступочного отверстия. Это параметры, не нуждающиеся в объяснении. Обычно в списке характеристик он обозначается как DIA, либо D. Это тоже такой крайне важный показатель. То есть, давайте покажу. Вот у нас диаметр ступочного отверстия. Вот он. Смотрите, если у вас диаметр ступочного отверстия диска будет меньше того, что положен вашему автомобилю, то у вас диск просто-напросто не залезет. То есть вы не сможете его установить. Если диаметр будет чуть больше или намного больше, то диск вы поставите. Но тогда для центровки диска необходимо будет установить центровочные переходные кольца. Иначе у вас может возникнуть, опять же, биение, как будто бы у вас на колесе нет балансировки. То есть здесь у вас отверстия. При выборе диска берите диск либо с рекомендованным посадочным диаметром, либо больше, но никак не меньше. Форма крепежных отверстий. Форма крепежных отверстий важна с точки зрения типа болтов и гаек, которыми будет крепиться диск. Как правило, болты и гайки для штампованных дисков имеют лишь слегка коническую форму плоскости, прилегающую к диску при затяжке. А болты еще заметно меньшую длину. Связано это с тем, что штампованный диск, он более тонкий. А литой же диск, он заметно шире штампованного, то есть требуются более длинные болты. Кроме того, крепежное отверстие литого диска имеет более такую выраженную коническую форму, что требует использования другого крепежа. То есть надо смотреть, подойдут ли ваши заводские стандартные болты либо гайки на именно тот литой диск, который вы приобретаете. Возможно, придется докупить еще и болты либо гайки. Кроме конической посадочного места, крепежного отверстия некоторых дисков может также быть рассчитано на использование крепежа с полусферической и плоской рабочей частью. Такое тоже встречается. Еще существуют так называемые болты, о которых я говорил ранее, с плавающим конусом. Они позволяют частично как раз вот таки компенсировать несоответствие PCD, то есть разболтовки диска требуемым параметрам. У этих болтов рабочая коническая часть выполнена в виде отдельного кольца, надетого на болт, то есть колечко такое одето, и оно смещается относительно продольной оси болта при затяжке этого самого болта. То есть существуют еще и такие болты. Хампы. Хампы это выступы на наружной поверхности диска. То есть вот они. Вот это у нас и есть хампы. Помните хлопки, которые раздаются при накачке шины на шиномонтаже? Так вот это как раз бортовое кольцо шины садится между закрайной диска и хампом. На самом деле этот показатель практически не актуален, так как практически все современные диски имеют хампы. То есть на них можно установить именно бескамерную шину. Но если вы соберетесь покупать какие-либо ретро диски, то обратите внимание, там хампов может не быть. И придется устанавливать дополнительно еще и камеру. Вы, конечно, можете на диск без хампов установить бескамерную шину, но здесь уже вопрос безопасности. То есть насколько она будет герметична и не слетит ли она у вас вообще с диска в каком-либо повороте. Ну что ж, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось и было полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok